Уважаемые слушатели, в прошлый раз мы поговорили про метод простых итераций в самой его такой тривиальной форме. Выяснили, что он хорош в двух своих ипостасях. Во-первых, он медленно накапывает погрешности округления, и накопление этих погрешностей, хотя погрешность суммарно асимпатически возрастает, но асимпатически стремится к константе. Это очень удобно. Второе. Если все прямые методы в той или иной степени опираются на алгоритмы обращения матрицы, а обращение матрицы это n в кубе операций, то методы простых итераций содержат только умножение матрицы на вектор. Это при любом раскладе n квадрат операций. И, следовательно, при не очень большом числе итераций у нас методы будут работать быстрее, чем прямые. К недостаткам всего этого дела в прошлый раз мы отнесли то, что для очень плохо обусловленной матрицы, во всяком случае в самосопряженном варианте, скорость сходимости будет очень-очень-очень медленной. Он будет сходиться как некая геометрическая прогрессия со знаменателем меньше единички, но почти единичка. Следовательно, чтобы с коль-нибудь заметным образом убыла невязка, мы должны очень-очень-очень долго эту самую последовательность итераций строить. Это все плохо. И именно эти свойства определяют то, что метод простой итерации в его самом дубовом, таком ричардсоновском виде никогда и нигде не употребляется. Но зато это открывает нам большой оперативный простор на то, чтобы настроить кучу всяких итерационных методов, которые обладают более интересными, более продвинутыми, более классными свойствами. Давайте вернемся к позапрошлой лекции и запишем каноническую форму записи итерационного метода. Эта каноническая форма записи у нас возникала и имела она вот такой вот вид. Разность между решением на k плюс 1 итерации минус решение на kt итерации, деленное на tau, на итерационный параметр. И вот эта вот штука у нас равнялась минус аук. f это у нас вектор правых частей, это штука у нас матрица размером, ой, f действительно вектор размера rn, u это приближение к решению, k это номер итерации, а квадратная матрица, u вектор. Вот смотрите, в этой форме записи у нас что творится? Мы попытались tau просто каким-то образом выбрать, и вот этот вот самый выбор tau у нас был одним и тем же для всех итераций, и вообще говоря, этот самый номер итерации tau не зависел от номера итерации, и вообще говоря, не зависел от правой части. Давайте мы будем рассматривать более общее семейство методов. И вот здесь вот у нас tau тоже будет иметь свой индекс k, он у нас будет меняться от итерации к итерации. Соответственно, у нас уже не один параметр получается, а набор, большой-большой набор параметров. Вообще говоря, к решению эта последовательность будет стремиться, еще и в том случае, если у меня в правой части, в левой части, извините, будет стоять некий матричный множитель b. В тех методах, которые мы с вами рисовали, этот матричный множитель просто был равен единичной матрице, и мы его не писали. Так вот, на самом деле, каноническая форма записи итерационного метода именно такая. В случае, если b равно е, метод явный. Здесь внимательный слушатель скажет, ну ладно, хорошо, b не равно е, мы строим неявный метод, но для того, чтобы найти следующую итерацию, нам же нужно правая и левая части формально умножить на b-1, нам нужно решать некую вспомогательную задачу, которая снова будет системой линейных алгебраических уравнений, да еще бог знает, как мы ее будем решать, прямым методом или той же итерацией потребуется. Ну, дальше мы увидим, что вот эта вот самая матрица b не сильно нам отягощает жизнь. Мы можем сделать так, что систему будет решаться очень хорошо и легко. Матрица b в неявных методах называется матрицей предобуславливания или предобуславливателем системы. Она в наших руках, как ее выбирать, мы поговорим, но о неявных методах, может быть, сегодня и дойдет речь, а может быть, нет. Давайте будем смотреть случай, когда b равно е, а вот эта вот самая тау-к у нас получается какой-то набор этих самых тау. И вот этот набор этих самых тау, по всей видимости, должен у нас зависеть и от того, какая матрица у нашей системы, как у нас выглядит матрица А, и от того, как у нас устроена f, потому что мы увидим, что скорость сходимости у нас будет очень сильно зависеть от правой части, и погрешность у нас будет очень сильно зависеть от правой части системы, так же, как и для прямых методов. Поэтому нам нужно усмотреть все свойства задачи, а не только свойства матрицы системы. Вот b мы стерли, сегодня мы смотрим явные методы, до неявных, может быть, речь дойдет. И давайте посмотрим очень такое интересное и красивое семейство методов. Значит, давайте мы для начала будем считать, что матрица А нашей системы, а я еще раз говорю, что мы рассматриваем систему вот такую, является самосопряженной и положительно определенной матрицей. То есть у меня А равняется А со звездой больше нуля. А это частный случай. Частный случай важный. Сейчас мы сумеем построить некий класс методов, а после выясним, что этот класс методов очень классно обобщается на случай и не самосопряженных матриц. Но с самосопряженными матрицами нам строить его будет легче. Давайте тогда мы в каждой матрице А, самосопряженной и положительно определенной, будем ставить в соответствие функционал φ. Функционал φ у нас будет вот такой. где С некая константа. Он определен, матрица А зафиксирована, и он определен для любого вектора Х из РН. Вот А и Ф, это те самые А и Ф, которые у нас входят в формулировку задачи в нашу систему линейных алгебраических уравнений. Этот функционал Ф называется функционалом энергии. Давайте сформулируем и докажем простенькую теорему. что у нас функционал энергии, вот этот функционал, имеет единственный минимум, и минимум достигается на векторе У, который является решением вот этой вот самой системы. То есть, что у нас решение задачи системы линейных алгебраических уравнений и решение задачи минимизации функционала, это суть две эквивалентных задачи. Что у нас на решении минимум и минимум единственный. Давайте в обе стороны доказывается, что минимум соответствует решению, решение соответствует минимуму. Давайте сделаем следующую вещь. Вот эта штука у меня определена для любого функционала, для любого вектора Х, А я любой вектор Х могу представить в следующем виде. Это у меня есть вот этот вот самый вектор У, который удовлетворяет решению нашей системы, плюс У. Ну, это у меня любой вектор, но я его хочу вот так записать, всегда могу. И давайте я вот эту штуку, Х равняется У плюс У, засуну в выражение для нашего функционала. Тогда значение функционала на векторе Х у меня будет равняться Одна вторая. АУ плюс АУ плюс У минус ФУ минус ФУ плюс С. Я ничего не сделал, просто подставил сюда и как-то достаточно тривиальным образом с этой штукой обошелся. Теперь, мне не нравится первая скобка. Давайте выполним все умножения, которые только могут быть. Это у меня будет равно одна вторая. Ну, здесь у меня будет 4 слагаемых. Первая слагаемая будет АУ. Вторая слагаемая у меня будет АУ умножить на У, но после у меня будет слагаемая АУ умножить на У. Ввиду того, что матрица А у меня самосопряженная, я могу ее перебросить на другое слагаемое. В скалярном произведении, как известно, значение скалярного произведения от значения со множителей, которые первые, которые вторые, не зависят. И стало быть, у меня появится два совершенно одинаковых слагаемых, которые будут иметь вид АУ скалярно умножить на У. Вот я его так и пишу. Плюс 2 АУ У Ну и плюс АУ У А вот этот хвостик остался без изменений. Теперь, дорогие друзья, давайте мы немножечко погруппируем слагаемых. Если я из этой скобочки вытащу первое слагаемое, отсюда возьму вот это слагаемое и отсюда возьму это слагаемое, я получу как раз функционал энергии ФИ в точке У. То есть я взял, объединяю вот это, вот это и вот это. Я получаю ФИ от У. Дальше, дорогие друзья, давайте посмотрим, что у нас даст вот это и вот это слагаемое. У меня получится, ну, 2 и 1, 2 сократятся, значит, у меня будет АУ ИГР А вот отсюда будет минус ФИ ИГР 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 Это у меня в точности АУ минус ФИ объединил вот эти вот самые штуки в скалярном произведении. Но так как У у меня решение системы, то вот этот первый сомножитель в скалярном произведении это нулевой вектор. Ну, а на нулевой вектор скалярно множить любой вектор одно удовольствие, это у меня так ноль и будет. Стало быть, вот это и вот это у меня уйдет. И будет плюс АУ ИГР ИГР Отлично! Что? Да неважно. А дальше смотрим сюда. Ура! Матрица А у меня самосопоряженная положительно определенная. Стало быть, для любого ненулевого вектора ИГР вот эта штука у меня больше нуля. Минимум будет тогда и только тогда, когда ИГР обратился в нолик, и у меня это произведение ноль. А во всех остальных случаях оно у меня строго больше нуля, стало быть, это какой-то положительный довес. Стало быть, у нас ФИАТ У это действительно его минимальное значение. Давайте посмотрим, что минимальное значение у нас этого функционала действительно есть решение этой системы. Докажем в другую сторону. Ну, что это такое? Это у нас минимум функции многих-многих переменных. Условие минимума функции у нас следующее, что градиент вот этой штуки ФИ должен равняться нулю. То есть у нас градиент ФИ от У должен равняться нулю. Ну, давайте посчитаем градиент. градиент вот этой штуки считать одно удовольствие, это ноль. Константа у нас в градиенты никакого вклада не вносят. Считаем градиент этой штуки, получаем АУ, считаем градиент этой штуки, получаем минус Ф. Получается АУ минус Ф. на самом деле градиент ноль это не условие минимума, это условие того, что у нас стационарная точка. У нас еще матрица вторых производных для минимума вот этой штуки. ДФИ по ДХ ИТ ДХ ЖТ. А это у нас матрица А. Матрица эта должна быть положительно определенной. Но по условиям, которые мы смотрим, мы сказали, что у нас матрица положительно определенная и самоспоряженная, так что у нас все получается очень хорошо. Действительно у нас условие минимума это условие того, что матрица является положительно определенной, плюс к этому должно выполняться АУ минус Ф равняется нулю. То есть должны мы жить в решении вот этой вот нашей системы линейных алгебраических уравнений. Стало быть, в данном случае нам все равно что делать, минимизировать ли наш функционал энергии или решать систему линейных алгебраических уравнений. и в результате итерационного решения и той и другой задачи мы получим в пределе один и тот же вектор, являющийся решением системы линейных алгебраических уравнений. Чудесно! Значит, мы можем вместо задачи решения системы линейных алгебраических уравнений ставить задачу минимизации функционала энергии. Давайте посмотрим, какие итерационные методы мы можем придумать, основанные на минимизации вот этого вот замечательного нашего функционала энергии. посмотрим сюда на нашу вот эту вот самую запись и сообразим, что справа у нас вообще говоря, при первой итерации, при подсчете первой итерации, первая итерация у нас будет считаться таким образом, у один минус у ноль на тау нулевое равняться r нулевое, где вектор не вязкий r мы определим как f минус а у ноль. Тогда для нашей первой итерации я могу сразу написать, что у один равняется у ноль начальное приближение нашей задачи плюс тау ноль r ноль r ноль нам известно. Мы хотим найти тау ноль с тем, чтобы у нас функционал энергии в зависимости от у один взял бы и уменьшился. То есть тау ноль у нас есть арк нин f u1. То есть такое значение тау, которое нам минимизирует значение функционала энергии в f один. Давайте попробуем посчитать, чему у нас равняется значение этого функционала энергии φ от u1 у нас будет равно 1 2 1 2 у нас есть. Вместо u1 подставляем вот это вот выражение a u0 плюс тау ноль r ноль u0 плюс тау у0 r0 минус f u0 плюс тау у0 r0 плюс c. Ну, дальше, уважаемые коллеги, мы опять-таки действуем точно так же, как мы действовали в прошлый раз. мы получаем, что эта штука есть π от u0, но какая-то энергия была, такая энергия у нас и есть, плюс 2, что у нас тут будет au0 au0 r0 на tau0. tau0 у меня скалярный множитель, поэтому я его умею вытаскивать за знак. у меня au0 умножить на tau0 r0 и будет a tau0 r0 умножить на u0. Тилус спряженности матрицы а, я его сразу в уме перебрасываю на другой сомножитель. А, одна вторая. Дальше у меня будет минус а нет, нет, плюс одна вторая tau0 в квадрате а r0 r0 существенно, что у меня это останется. Дальше у меня вот f u0 я φ от u0 засунул, значит, у меня будет сидеть минус tau0 f r0 ну а плюс c не останется. Опять-таки, давайте мы объединим вот это и вот это вот выражение. r0 общий множитель выносится за скобочку, tau0 у меня скалярный множитель, и, соответственно, у меня здесь будет сидеть тогда минус невязка, то есть вот эта вот штука даст мне минус скалярный квадрат невязки нулевого приближения. У меня получается функция одного единственного переменного тау скалярного. Мне нужно найти минимум вот этой штуки по тау. Но минимум этой штуки по тау ищется совершенно тривиально. Для того, чтобы мне найти этот минимум, я должен продифференцировать по тау 0 по скалярному аргументу и приравнять значение нулю. Я получаю, что тау 0 нулевой шаг будет равен так что у меня здесь будет в числителе у меня будет сидеть R0 R0 в знаменателе у меня будет сидеть A R0 R0 я нашел оптимальный шаг посмотрите вот в этом вариационном методе у меня оптимальный шаг уже зависит от того как у меня устроена невязка нулевого приближения ежели у меня да невязка нулевого приближения у меня зависит от самого нулевого приближения от правой части ну и естественно от матриц Мы дифференцируем вот эту штуку по Тау-0 Если я продифференцирую по Тау-0, я получу минус R0 Здесь линейная стоит Плюс 1 вторая Тау-0 в квадрате, ее производная даст Тау-0 А вот этот множитель от Тау не зависит, скалярный, а R0, R0 И минимум соответствует нолику Получаем линейное уравнение на Тау-0, которое я чудесным образом решаю Вот эту штуку перебрасываю в правую часть и на это скалярное произведение делю Вот я что получил Ну, понятное дело, что у меня точно так же получается, что для катой итерации Тау-катая у меня есть РК, РК АРК, РК Чудесно Что это такое? Вот это вот выражение для Тау-катого, оно носит некое специальное название Вот то, что у нас стоит, это у нас так называемое соотношение релея или отношение релея, вычисленное по невязке соответствующего приближения Это отношение релея или соотношение релея, как хотите, так и называйте Нам будет несколько раз встречаться в нашем курсе в самых разных местах Дальше, что у нас еще творится Почему, когда я начинаю Да, так как я на каждом шаге стремлюсь сделать наименьшим значение функционала энергии И вообще говоря, бегу в направлении наискорейшего убывания моего функционала энергии И, соответственно, при этом я каким-то образом беру и вот это вот самое Тау-ноль ограничиваю так, чтобы побыстрее попасть в минимум То сих метод у меня будет носить название метода наискорейшего спуска А почему при использовании метода наискорейшего спуска Всегда в качестве начального приближения у меня берется нулевое начальное приближение Ну, если я взял в качестве начального приближения нулевое приближение То очевидно, что невязка R-ноль у меня будет просто-напросто моей правой частью системы F У меня невязка это F-ау-ноль Значит, и я вот это вот отношение или соотношение релея считаю по своей функции правой части Соответственно, у меня правая часть может быть разложена по векторам ортонормированного баллица Который порождается моей правой частью, моей матрицей А И в этом разложении у меня случайно какие-то компоненты могут быть очень маленькими в разложении по баллице Или вообще быть равным нулю Тогда невязки, соответствующие этим компонентам, у меня с самого начала будут нулевые и их гасить не нужно Соответственно, вот это вот самое соотношение релея нам показывает, какую невязку, соответствующую какому собственному числу матрицы А Нам нужно для данной правой части начать гасить самой первой И автоматом мы ее начинаем гасить То есть мы понимаем, как устроена правая часть Вообще говоря, мы можем угадать хорошее начальное приближение Так, чтобы в невязке у нас было побольше каких-то нулевых элементов Но для очень большой системы мы это никогда не угадаем Поэтому нулевое начальное приближение у нас является самым-самым классным Уважаемые коллеги, можем ли мы на основе вот этой вот самой вариационной процедуры Придумать еще какой-нибудь метод минимизации нашего вот этого замечательного функционала энергии Давайте вспомним нашу каноническую форму записи И вспомним, что наши невязки на двух соседних итерациях будут удовлетворять тому же самому равенству, записанному в канонической форме Только однородно То есть у нас невязка на К плюс первом приближении Минус невязка на Катом приближении Деленая на Тау Катая Будет равняться Если у нас для У здесь должно было стоять F минус А у Катая То для невязок у нас то же самое равенство только без F И стало быть, здесь должно стоять минус А Р Катая Смотрите, у нас кроме того, что есть выражение для Итерационных векторов Есть такое же выражение для невязок Я отсюда могу заключить, что Р К плюс первое Равняется Е Минус Тау А Тау Катая Р Катая Давайте мы теперь будем говорить следующее Я хочу бежать в нашем n-мерном пространстве В направлении градиента А направление градиента у меня как раз образуется невязкой Но на такое расстояние Чтобы у меня норма невязки и вклидова следующего приближения Была бы как можно меньше То есть давайте мы теперь сохраним ту же самую форму записи Для наших итерационной последовательности векторов Какая была для метода наискорейшего спуска Только Тау Катая будем определять Не так, как мы определяли А вот так вот Как решение оптимизационной задачи Арк мин То есть все формулы у нас те же самые Только у меня получается другое выражение для параметра Тау Кат Что у нас это такое даст? Мы должны минимизировать вот такую функцию РК минус Тау Катая РК РК минус Тау Катая РК Ну давайте попробуем с этими самыми скобочками поработать РК РК Квадрат невязки предыдущего приближения Какой получился, такой и получился От Тау он никоим образом не зависит Минус 2 Тау Катая РК РК Плюс Тау Катой в квадрате А РК А РК Нам нужно найти Тау Катая, который доставляет минимум вот такому вот квадратному трехчлену Ну делается точно так же По Тау Катая дифференцируем Производно приравниваем к нулю И мы получаем Что у нас В этом случае Тау Катая определяется по формуле вот такой А РК А РК А РК А РК Очень похоже Заметим, что у меня вычисление параметра Тау в этом случае Требует абсолютно такого же количества арифметических действий Арифметических операций Что и вычисление итерационного параметра Тау К В методе наискорейшего спуска Я тоже один раз умножаю матрицу на вектор А после я вычисляю два разных скалярных произведения И одно на другое делю Мне, конечно же, не нужно А на РК умножать три раза Мне достаточно один раз перемножиться А после этим вектором трижды воспользоваться Ввиду того, что здесь у меня Тау Находится из решения другой минимизационной задачи Я минимизирую норму невязки На следующей итерации Вот этот вот метод называется метод минимальных В английской литературе Чудесно Вот мы дошли до того места Где у нас появляется класс методов Которые в современной линейной алгебре Среди итерационных методов Тоже, по всей видимости, наиболее часто используемы Я, когда говорил про прямые методы Говорил, что там у нас Основным, так сказать, хлебным местом Основным методом, который используется наиболее часто В современных пакетах прикладных программ По линейной алгебре Являются методы, основанные на Куар-разложении матриц Вот оказывается, что метод минимальных невязок Может быть при очень малом количестве модификаций Обобщен на случай не только Не самосопряженной матрицы Но даже матрицы, не являющиеся положительно определенной А если мы его обобщим То мы получим обобщенный метод минимальных невязок Он же ГМРС Вот этот вот самый ГМРС Обобщенный метод минимальных невязок Является сейчас, по всей видимости Самым употребительным методом решения Систем линейных алгебраических уравнений Дело в том, что у нас Метод простой итерации С оптимальным набором параметров У него скорость сходимости Была пропорционально Ку А Ку у нас было пропорционально число обусловленности минус единица На число обусловленности плюс единица Или это примерно равно единице минус 2 на мю Если мю у нас миллиончик То вот это вот самое Ку у нас очень-очень близко к единице число Если мы запустим метод обобщенных минимальных невязок То скорость сходимости у него После долгих и мучительных оценок Будет равна вот такой штуке Ну, казалось бы, что когда мю у меня очень-очень большая Вроде бы один черт То здесь Единица минус 2 на 10 в минус 6 А вот здесь вот единица минус 2 на 10 в минус 3 На самом деле вот этот вот самый корень квадратный Он у нас сводится к тому Что метод работает намного порядков быстрее Число итераций у меня на порядке уменьшается По сравнению с вот этими вот итерационными методами Которые мы смотрели здесь Метод у нас получается Если вот этот метод простой итерации у нас медленный То методы типа минимальных невязок Обобщенных минимальных невязок И наискорейшего спуска Наискорейшего спуска он обладает примерно такой же скорость сходимости Только здесь константа похуже стоит Значит, то есть у нас ближе к единичке все получается Константа там противнее, чем двоечка Значит, асимптотика такая же Значит, вот эти методы, они у нас быстрее А что мы сделали для того, чтобы эти методы убыстрить? А мы начали, во-первых, менять наборы шагов У нас итерационный параметр теперь уже не постоянный на каждой итерации И этот итерационный параметр учитывает у нас не только свойства нашей матрицы системы Но и то, как у нас устроена правая часть И где у нас лежит данное приближение То есть мы всячески подстраиваемся по то, какое приближение у нас получилось Если в методе простой итерации мы на все наплевали И сказали, что нам важна только матрица То здесь мы используем гораздо большую информацию о нашей задаче Мы фактически выбираем невязку, соответствующую какому собственному вектору Или если матрица А не самосопряженная и не положительно определенная Какому сингулярному вектору нашей матрицы Нужно в первую очередь гасить Но сингулярные векторы, они связаны с собственными числами матрицы А, сопряженная на А Значит, соответственно, мы приходим в этих самых наших вариационных методах К методам, являющимся быстрыми Мы можем построить еще класс методов Которые мы назовем методами сверхбыстрыми У которых уже скорость сходимости будет совсем рекордной Но, к сожалению, эти методы строятся для матриц специального вида Если я сейчас здесь начну записывать эти матрицы специального вида То оно будет выглядеть каким-то совершенно немотивированным действием с моей стороны Поэтому давайте мы кусочек, связанный с построением сверхбыстрых итерационных методов Отложим до следующего семестра, когда он и матрицы специального вида У нас, естественно, будут вылезать и друг другом погонять во всех задачах А вот на то, что мы можем обобщить на случай произвольных матриц И то, что у нас реализовано во всех пакетах прикладных программ по линейной алгебре Вот с вариационными методами мы на этом наше знакомство более-менее закончим Ну, давайте сейчас я подготовлю себе площадку для дальнейшего И мы пойдем дальше От явных методов что ожидать? Но если нас интересуют матрицы общего вида, не специальные То, наверное, ничего лучшего, чем обобщенный метод минимальных невязок Мы не придумаем Ну, если ни один коллектив пока не придумал Мы во время лекции вряд ли что-нибудь придумаем минут за 15 более эффективно работаем Для матриц специального вида придумано, но не мотивировано Зачем их сейчас смотреть, если эти матрицы у нас будут больше, чем через полгода А вот насчет неявных методов Зачем нужны неявные методы и как они реализуются Давайте немножечко поговорим Итак, давайте мы посмотрим на нашу систему линейных алгебраических уравнений Ау равняется f И попробуем записать, ну, хотя бы парочку наших уравнений в компонент Значит, первое уравнение у меня будет выглядеть следующим образом А1, 1, 1, u, 1 Плюс А1, 2, u, 2 Плюс А1, 3, u, 3 Ну, мне ну, n раз нужно записать n это много, я напишу много точек А1, n, u, n равняется f1 Второе уравнение у меня выглядит так А2, 1, u, 1 Плюс А2, 2, 2, u, 2 Плюс А2, 3, u, 3 Плюс А2, n, u, n, t f2 Ну и так далее, n штук Понятно, что они выглядят следующим образом Давайте мы попробуем задать какое-то начальное приближение То есть зададим некий вектор у нулевое Который обзовем начальным приближением нашей системы Он, конечно, у нас определит невязкую р нулевое Невязкую формулу для невязки мы уже писали, мы ее помним Если р нулевое у нас равно нулю Нам ничего делать не надо, задача решена А вообще говоря, скорее всего, мы не угадали Давайте мы из этой системы Будем искать n-тое приближение Ну, не n-тое, а следующее приближение И давайте я в этой компонентной записи Возьму и поставлю номера итераций Вот здесь у меня будет первая итерация Здесь у меня будет нулевая итерация Здесь у меня будет нулевая итерация Здесь первая Здесь нулевая итерация И так далее, и так далее, и так далее Тогда у меня для первой итерации система распалась Я возьму и напишу, что у меня у1 равняется единице на а1,1, f1 минус сумма а1g, g от двойки до n, u1. Ну и, соответственно, для КТ и компонента моего вектора, у КТ, первое, есть единица, деленная на АКК, fКТ минус сумма g от единицы до n, g не равно К, а, КЖ, УЖ, нулевое. К у меня прибегает все значения от двоечки до n здесь в этих строчечках. Я получил расчетные формулы какого-то итерационного метода. Нашел первое приближение, затем ставлю здесь вторые итерации, здесь первые, точно так же нахожу второе приближение, и так далее, и так далее, и так далее. Этот метод, известен бог знает с каких лохматых времен, называется этот метод методом Якоби. Собственно, вот то, что у меня здесь записано, это и есть основные расчетные формулы метода Якоби. Давайте убедимся, что метод Якоби у нас является методом НИЯМУ. Я для метода Якоби могу в матричной форме записать следующую штуку. Что у меня А минус диагональная матрица АИИ на УКТ плюс АИИУК плюс 1 равняется Ф. Это я начал вот эту вот самую штуку, которая у меня была записана вот здесь, вот покомпонентно записывать уже в таком матричном виде, который у нас более удобен для каких-то теоретических воззрений и теоретических рассмотрений. Ну, уважаемые коллеги, вот эту вот самую штуку смотреть очень нехорошо, непонятно, что делать, но я могу к левой части прибавить и отнять один и тот же вектор. Давайте мы напишем вот так вот, плюс диагональ АИИУКТ минус диагональ АИИУКТ. Я прибавил и отнял один и тот же вектор. Тогда, когда я выполню вот это сложение, у меня останется просто матрица А, а УКТ я отправлю в правую часть. В правой части у меня получится Ф минус АИУКТ, а в левой части у меня останется вот такая штука. Диагональная матрица АИИУК плюс первая минус УКТ делить на единицу. У меня в каноническом виде делить на ТАУ, но у меня здесь никакого ТАУ нет, но вот я на единицу разделю. Мы видим, что вот эта каноническая форма записи метода ЯКОБИ будет соответствовать канонической форме записи уже неявного итерационного метода. Мы помним, что для неявного итерационного метода у нас каноническая форма записи некая постоянная матрица В, не равная единичной. УК плюс 1 минус УК на ТАУК равняется Ф минус АУК. Значит, метод Зейделя, ой, извините, не Зейделя, конечно, оговорился, Зейделя следующий будет. Он у нас будет эквивалентен, вот этот метод ЯКОБИ, эквивалентен неявному методу с итерационным параметром ТАУК, тождественно равным единичке, а матрица В, диагональная матрица, состоит из диагональных элементов матрицы А. Формально у меня метод будет явным в том и только том случае, когда все диагональные элементы матрицы А равны единице. Но это какой-то очень редкий частный случай. А так, естественно, метод Зейделя у меня обязан, ой, метод ЯКОБИ, извините, что меня на Зейделе тянет, обязан относиться к классу неявных методов. Тем не менее, мы видим, что расчетные формулы этого метода являются простыми до тривиальности. Фактически мне не нужно решать никакие сложные системы, мне нужно n раз решить одно единственное линейное уравнение. Давайте немножечко поговорим о сходимости метода ЯКОБИ. Ну, можно сформулировать такое достаточно тривиальное утверждение, которое у нас... Ну, его можно гордо назвать теоремой. Давайте его гордо назовем теоремой. Пусть матрица А имеет диагональное преобладание. Если мы не помним, кто такое диагональное преобладание в матрице, то давайте напомним. Это значит, что для любой строчки матрицы К выполнено следующее. Модуль диагонального элемента АКК будет больше или равен суммы Ж от 1 до n и Ж не равен К модулей АКЖ. То есть мы просуммировали по катой строке модули всех элементов и сумма модулей всех элементов у нас вдруг оказалась не превосходящей модуле диагонального элемента. Ежели у нас вот такое вот условие выполняется, то мы будем говорить, что матрица А имеет диагональное преобладание. Если у нас выполняется строгое неравенство, то есть вот такое, то мы будем говорить, что у нас строгое диагональное преобладание. Матрицы с диагональным преобладанием начнут нам массово встречаться, ну, достаточно скоро уже. То есть матрицы с диагональным преобладанием будут нам в нашем предмете дальше встречаться почти на каждом шагу. Тогда метки и КОБИ сходятся. Доказательство этого утверждения, ну, вообще говоря, а такие теоремы мне жаль руки марать. Они, на мой взгляд, тривиальны. Почему? Ну, достаточно посмотреть эволюцию невязки двух соседних приближений. Эволюция невязки двух соседних приближений будет описываться вот этим же вот равенством, только без F. и понять, что ежели мы возьмем в качестве нормы вектора нашу кубическую норму, то в кубической норме из диагонального преобладания сразу будет следовать, что невязка у нас будет убывать по норме, в кубической норме. А в силу теоремы об эквивалентности норм, она у нас будет убывать в любой норме. Поэтому для случая с диагональным преобладанием метод Якоби сходится. Ну, можно посмотреть и более общие условия сходимости метода Якоби. Ну, не будем об условиях сходимости, как это все делается для метода Якоби. Мы можем поговорить чуть-чуть ниже. Я вот здесь вот начинал говорить про метод Зейделя. Я все время с метода Якоби на метод Зейделя сваливался, да? Давайте мы и метод Зейделя тоже введем, итерционный. Смотрите, как рассуждал товарищ... Ну, кто придумал метод Зейделя, если он называется методом Зейделя? Гаусс. Ребята, в науке очень часто бывает то, что придумывают один, а называют именем совсем другого. Значит, метод Зейделя придумал Карл Гаусс. В некоторой литературе он называется методом Гаусса Зейделя, более частым методом Зейделя. Значит, Гаусс сказал, ребята, а давайте мы посмотрим вот на это вот уравнение, записанное по компоненту. Давайте мы воспользуемся для первого уравнения той самой процедурой, которую нам предписал Якоби. То есть записали вот это уравнение таким образом и взяли, и отсюда вычислили У1. Классно! А что мы вот в этом-то уравнении берем и опять вот здесь нулевое приближение? Мы же У1 только что вычислили. Давайте мы здесь напишем единичку. Тогда у нас да, да, везде под нижней диагональю, потому что вот отсюда мы найдем У2 для нахождения У3 воспользуемся первой итерацией уже для У1 и У2. То есть что мы нашли? Везде под диагональю написали модуль следующего приближения, тьфу, модуль, номер следующего приближения. И соответственно у нас для К-тового компонента будет вот такая штука единица деленная на АКК. Здесь будет стоять ФКТ минус сумма по Ж от единицы до К- минус единица А КЖ У К УЖ Ой, у меня номер атерации и номер Следующая будет такая 1 минус сумма Ж К плюс 1 до Н А КЖ УЖ 0 Все, что мы знаем, то следующие итерации мы учтем, а знаем мы все поддиагональное. Все, что мы не знаем со следующей итерации, мы берем с предыдущей итерации. Что мы такое получим? Давайте мы попробуем записать вот эту же вот штуку, которую мы написали в символенном виде. То есть будем считать, что матрица А у нас представляет собой сумму трех матриц. Значит, одну матрицу мы обзовем L-Low. Это нижняя треугольная матрица, у которой на главной диагонали и под главной диагональю, на главной диагональю и над главной диагональю стоят одни нули. Плюс диагональная часть, плюс верхняя. И если я запишу наше уравнение Ау равняется f, посмотрю на запись в коэффициентах, то у меня L плюс D, k плюс первая плюс u, u kt равняется i. Очень хочу в канонический вид перейти. Значит, для того, чтобы мне перейти в канонический вид, давайте мы вот к этой самой штуке, которая у меня здесь есть, вот к этой, добавим и отнимем L плюс D u kt. Плюс L плюс D u kt минус L плюс D u kt. Ежели мы это сделаем, то в каноническом виде мы сразу получим. Ну, вот это все вместе даст матрицу А, она уйдет сюда, даст вот эту f минус Ау кt, стало быть, здесь у меня останется L плюс D на k плюс первой итерации минус L плюс D на kt итерации. У меня коэффициент, ой, коэффициент, итерационный параметр Тау, опять тоже действует на равное единичка, а матрица предобуславливания, матрица B, которая у меня стоит, у меня получилась нижней треугольной, она у меня состоит из L плюс D. Решать систему с нижней треугольной матрицей одно удовольствие, и мы видим, что вот эти вот основные расчетные формулы метода Зейделя, ну, ничем не сложнее метода Якоби. в этих суммах изменился один итерационный метод, ой, один итерационный индекс. Тоже неявный метод. Тоже метод достаточно простой. достаточно легко и просто реализуемый. Про сходимость метода Зейделя то можно сказать. Ну, есть некие теоремы. Условия сходимости метода Зейделя сводятся к изучению некого алгебраического уравнения n-той степени, свойств корней этого уравнения n-той степени. То есть теорема там, получается, простая, на мой взгляд, совершенно бесполезная. Потому что для случая, скажем, системы из двух, трех, там, четырех уравнений условия сходимости метода Зейделя легко проверяется. Но зачем при четырех уравнениях какой-то метод Зейделя? Мы ее и так прекрасно решаем. Можем даже без компьютера решить. Если у нас методом Зейделя решается какая-то огромная система из сотен, десятков, тысяч, миллионов уравнений, то условия сходимости метода Зейделя, даваемая теоремой, если у нас не матрица специального вида, не какая-то разреженная, получаются совершенно непроверяемые. Ну, ежели они у нас непроверяемые, ну, бог с ними, зачем с ними связываться. А тем не менее, важные частные случаи, например, с тем же диагональным преобладанием у нас тоже будут работать. И метод Зейделя в случае систем с диагональным преобладанием тоже будет являться сходящимся методом. Вот метод Зейделя и метод Якоби первые представители класса неявных методов. Непонятно пока из того, что мы нарисовали, хорошо здесь итерации сходятся или плохо. Будут ли эти методы являться в общем случае более эффективными, например, чем те явные методы, которые были введены сегодня на первой части лекции. Ну, ребят, значит, смотрите, расчетная формула очень простенькая. Реализовывать все это дело одно удовольствие. И ниже мы или выше, там, не знаю, до этого мы сказали, что коллеги, а вот все-таки среди методов итерационных основной, так сказать, основной молотилкой, основной рабочей лошадкой являются методы типа минимальных невязок и обобщенных минимальных невязок, которые реализуются, в общем-то несколько сложнее, чем методы Якоби и методы Зейделя. Наверное, это все дело не просто так. Наверное, методы Якоби и методы Зейделя у нас будут являться чуть менее эффективными, чем те методы, которые были у нас раньше. А есть ли у нас какие-то основания и какие-то резервы для того, чтобы наши методы ускорить? Ну, ребята, смотрите, методы итерации мы начали с того, что записали в какой-то ричардсоновской форме с постоянным параметром, нашли оптимум этого параметра, сказали, что при оптимальном параметре у нас все сходится, у нас устойчиво к ошибкам округления, но сходимость очень медленная. А затем мы взяли и написали некий набор параметров, который позволил нам эту сходимость сильно улучшить. Число итераций снизить на много порядков. Если мы будем смотреть какие-то тестовые системы, то метод простых итераций у нас до нужной точности, до уменьшения невязки в определенное количество раз, допустим, для какого-то эллиптического уравнения будет сходиться за десятки тысяч итераций, а метод минимальных невязок вместо десятков тысяч достойт итераций. Это существенное ускорение. Вот, уважаемые коллеги, здесь, в этом классе методов у нас резерв тоже есть. Вот смотрите, мы вот здесь вот взяли и параметр наш определили чисто единичкой. Вот эта вот самая чистая единичка, гольная единичка, фиксированное значение, оно, вообще говоря, нам все это дело немножечко тормозит. Ну, Гаусс с Зейделем, вообще говоря, не додумались, что там должен быть какой-то набор параметров. Они еще не умели записывать атерационные методы в канонической форме. Давайте мы немножечко подумаем, а как нам этот самый набор параметров, куда бы его внедрить с тем, чтобы у нас все было бы хорошо. Значит, я параметр tau писать не буду, потому что сейчас у нас параметр возникнет немножечко по-другому. Хорошо. Вот у нас есть вот такая система. L плюс D плюс U U равняется L. мы знаем, что ежели я итерации расставлю следующим образом, то я получу метод Зейдели. Он сходится быстрее метода Якубик. Он сходится для кучи задач. Можно подоказывать для него какие-то теоремки, но уважаемые коллеги, что-то все равно хуже, чем могло бы быть. В чем тут дело? Смотрите, метод Якубия у нас отличается только одним слагаемым. Здесь у нас стоит L Укатая. Вот здесь мы взяли К плюс первое приближение, стало получше. А если я попытаюсь в сторону этого самого К плюс первого приближения продвинуться куда-то еще и подальше? Значит, давайте мы попробуем пойти вот так. И вот вот . . вот это . Я пока пишу через вот эти вот самые матрицы Я пока не пишу расчетные формулы, которые у меня нарисованы здесь Но на самом деле, вообще говоря, вот эти вот самые расчетные формулы У меня не слишком-то и усложняются У меня просто-напросто появляется вес больше единицы Вот этот вот самый диагональный у меня Я сдвигаюсь в сторону следующего приближения с весом больше единицы Наподобие того, как это сделал Якобе Но для того, чтобы у меня приближало исходную задачу Я должен вот такой вот вес отрицательный Если омега у меня больше единицы, то единица минус омега у меня меньше нуля Добавить к предыдущему приближению То есть по новому приближению забегаю вперед немножечко А по старому приближению я начинаю, так сказать, подтормаживать Начинаю откидываться назад Вот эта вот самая омега у меня больше единицы Я получаю класс методов, которые очень похожи, итерационные На классы методов Зейделя и Якобе Я, в общем-то, соединил некие идеи метода Якобе Вкачиваю некий дополнительный вес в диагональный элемент И то, что у меня для определения следующей итерации матрицы предобуславливания Получается верхней треугольной Ну, замечательно, получилось все очень хорошо Значит, вот эту штуку я могу записать в канонической форме Это делается точно так же, как для методов Якобе и Зейделя мы сделали Значит, ну, увидим, что в этом случае получится параметр tau не равным единице Который будет зависеть от омега Вот этот вот омега уже называется не итерационным параметром, а релаксационным параметром А класс методов с таким параметром По-русски называется методы верхней релаксации По-английски они называются словом у трех букв Последовательная ова-релаксэйшн, сверхрелаксация С последовательный, О ова, А релаксэйшн То есть методы sort Вообще говоря, для этих самых методов sort параметр омега подбирается Если у нас омега равна единице То мы получаем просто-напросто метод Зейделя, который мы видели Вот этого члена у нас нет, а вот это совпадает с методом Зейделя Поэтому давайте при качественном исследовании скорости сходимости такого итерационного метода в релаксационном варианте За единичку возьмем скорость сходимости метода Зейделя И ежели мы качественно построим график Здесь будем откладывать релаксационный параметр Он у нас больше единицы А здесь будем откладывать q И примем за единицу скорость сходимости метода Зейделя То мы увидим, что картина при теоретическом исследовании будет у нас следующей Где-то у нас есть оптимальная омега Оптимальная омега считается достаточно трудной Она зависит от нашей матрицы А Ни от чего больше она не зависит Для разных матриц А Для каких-то матриц специального вида ее можно найти Метод у нас будет сходиться Вместе с методом Зейделя При омега от единицы до двух В два мы достигаем той же скорости, что Зейдель А дальше мы разваливаемся А здесь вся эта штука ведет себя очень интересно Вот эта вот омега оптимальная Мы доходим до какой-то оптимальной скорости сходимости Она у нас сильно будет зависеть от задачи От задачи сильно будет зависеть от матрицы Но вот на этом участке Мы живем линейно, по омега А вот на этом участке Мы живем Сейчас Это я собрал Вот так Здесь у нас корень квадратный А там линейная функция Но, уважаемые коллеги Какой из этого следует вывод? Если у нас матрица специального вида Нам известно вот это омега оптимальная То метод верхней релаксации Начинает сходиться очень быстро Он начинает сходиться обычно быстрее Чем методы, связанные с минимальными невязками Ежели у нас матрица не специального вида Мы не знаем омега оптимальная И мы не знаем еще спектральных свойств нашей матрицы И не можем это омега оптимальная по спектру матрицы определить То понятное дело, что нам нужно омега задирать Потому что если мы от омега оптимальная Отступим налево или направо Взяли меньше оптимального Ничего хорошего не получили Взяли больше оптимального Получили все-таки какой-то более-менее приемлемый участок Что мы начинаем сходиться существенно быстрее Чем методы, связанные с методами Зейделя То есть в методах верхней релаксации Вот этот вот самый релаксационный параметр Лучше делать побольше И затем искать оптимум Немножечко его уменьшая То есть вот эта вот самая штука В большинстве задач всегда ближе к двойке, чем к единице На самом деле Все сильно зависит от задачи Если у меня, например, положительно определенная матрица И имеется диагональное преобладание То у меня все чудесно Верхняя релаксация работает Если у меня матрица такая Что собственные числа могут иметь разные знаки То иногда у меня начинает работать даже омега меньше единицы Если омега меньше единицы И у меня вот такая вот штука То тогда мы попадаем в совокупность методов нижней релаксации Ну и соответственно для нижней релаксации Омегу желательно брать где-то так Ну уже явно меньше одной второй Значит с методами нижней релаксации Достаточно нужно работать осторожно Может быть вы просто ошиблись в вашей задаче А может быть ваша задача такова Что именно нижняя релаксация здесь и работает Ну немножечко еще о методах релаксационного типа Мы поговорим в следующий раз Потому что сейчас, к сожалению, я должен заканчивать дозвольные речи И в следующий раз мы еще немножечко поговорим о том Как из атерационных методов сделать прямые И начнем говорить про решение спектральных задач То есть задач проблем поиска собственных чисел наших матриц Каких-то Но соответственно я думаю, что у нас еще будет где-то полторы-две лекции На прикладную линейную алгебру После выдохнем и начнем смотреть какие-то следующие задачи вспомогательные Которые мы должны посмотреть в этом семестре Спасибо всем за внимание Пока, прощаюсь Спасибо 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 Спасибо